195 выпуск открытой политики сегодня у нас обзор оперативного совещания в правительстве республики башкортостан причем обзор этот будет необычным в том смысле что сегодня мы поговорим о двух оперативках фактически об одной оперативки которые проходят традиционно по понедельникам и второй оперативки которая была не совсем оперативка я говорю о инвест часе так называемым том инвест часе на котором были оглашены меры по поддержке экономики из второго пакета который разработала наше правительство мы никогда раньше этого не делали но ввиду вот такой вот экстренной ситуации и в экономике россии в экономике республики башкортостан я считаю что очень важно поговорить об этих мерах обсудить их и понять насколько они будут эффективными либо носят декоративный характер начнем по порядку 100 оперативки которые мы уже привыкли понедельничной оперативки которая в последний месяц конечно хоть и превратилась в ту же самую к вид оперативку каждая тема касалась пандемии эпидемии но в этот раз на этой неделе я заметил существенное отличие от того что происходило в последний месяц хотя бы потому что достаточно большое количество материалов и докладов на этой противке не были целиком хотя бы посвящены проблеме пандемии то есть начали заниматься уже какими-то экономическими вопросами и в принципе это не могло не радовать впрочем хабиров конечно же начал с вопросов пандемии там каких-то данных и прочих вещей сообщил нам что на 27 апреля протестировано в республике 53 тысяч человек а это один с четвертью процентов населения и на сегодня республиканский минздрав проводит почти три с половиной тысячи тестов в день то есть отмечаю про себя что наконец-то максим васильевич достиг того обещанного рубежа в 3000 тестов в день несмотря на то что весь предыдущий месяц он в среднем делал конечно 1700 тестов в день исходя из того что нам сказал хабиров хабиров также сказал что целью для минздрава сейчас будет показатель в 5000 тестов в день ну что для меня сейчас конечно кажется абсолютной фантастикой хотя бы потому что нет достаточных мощностей людей и техники и лаборатории которые вы могли проводить 5000 тестов в день не говоря уже о том что самих тестов не хватает да и в последнее время что-то уж очень сильно стали подвергать сомнению качество самих этих тестов это конечно тоже настораживает потому что уже масса смертей и всевозможных значит проявление заболевания у людей у которых тесты дали абсолютно отрицательный результат вот на днях буквально скончался один известный бизнесмен московский который собственно имел все возможности для качественной медицинской помощи в том числе и за деньги но тем не менее теста ему не определили к вид 19 вернемся к хабирову который сообщил нам что среди 15 городов миллионников россии уфа на четвертом месте по самоизоляции по данным яндекса конечно яндекс превратился в некую волшебную значит силу пока на которую ориентируется даже правительство регионов важнее то что хабиров вслед за господином песковым анонсировал выступление владимира путина на этой неделе мы помним что на этой неделе заканчивается ну по крайней мере официально заявленный срок вот этих вот мир самоограничения заканчивается апрель и в общем то ну как то надо жить дальше так вот песков а вслед за ним и хабиров обещали нам что на этой неделе на экранах телевизоров российской федерации появится путин который сообщит нам что же с нами случится дальше об этом конечно очень много вопросов возникает уже сейчас в прессе многие прогнозируют что меры самоизоляции будут продлены до 11 или 12 мая собственно я тоже придерживаюсь такой же версии хабиров сделал такую ремарку что после выступления путина хабиров примет решение по рб но это на вопрос тех кто спрашивает насколько хабиров самостоятельно в принятии своих решений вот пожалуй что это готовый ответ безусловно что в последнее время власти республики башкортостан в этих анти эпидемиологических мерах все больше и больше следует трендам москвы подмосковье и в целом значит кремля ну тут уже как бы что есть то есть продолжая свое вступительное слово хабиров вновь заострил внимание глав районов на социальные объекты речь идет о приютах домах престарелых всевозможных интернатах и так далее вновь хабиров уточнил что личная ответственность глав за за состояние значит в этих интернатах за обстановку с заболеваемостью к вид 19 хабиров обратил внимание на то что достаточно занести одного инфицированного и мы получим очаг конец цитаты ну вот в ответ на это ради фаритович нам прислали так как вы уже не первый раз упоминаете об этой проблеме нам уже прислали фотографии например из нефтекамска на них видно как сотрудник мчс передает какую-то там благотворительную помощь видимо собранную городом либо администрации города в психоневрологический диспансер отчетливо видно что сотрудник мчс не носит маски а сотрудники психоневрологического диспансера не носят перчаток в общем конечно очевидно что на все вот эти увещевания о том что вот это все важно и очень серьезно главы кивают головой сидя у мониторов но абсолютно забивают когда это реально что то там происходит пожалуй что нужно обратить внимание на нефтекамск нефтекамск уже накопил достаточный объем вопросов по деятельности вот этого тандема папа сын соответственно конечно ну вот этот вот эта фотография это всего лишь только начало того что ну мы ближайшее время планируем предпринять потому что ну нефтекамск действительно очень сильно беспокоит кроме всего прочего ради фаритович обратите внимание например как проходит акция зеленая башкирия в училах там не то что масок и перчаток нет люди вообще не соблюдают никакую социальную дистанцию просто сажают деревья и это не только сотрудники жкх района это действительно люди граждане проживающие там не знаю по какому принципу их туда приглашали сгоняли или обязывали прийти но вот так они там работали а потом еще сбившись в кучку фотографировались на фоне плодов своей работы может быть людям было весело возможно им было здорово там вместе провести время на воздухе но отмечаю что все нормы которые вами декларируются как санитарные нормы необходимые в этот период времени абсолютно нарушены и абсолютно презираются местной администрации судя по всему факты нарушения санитарных норм и мер самоизоляции уже начали массово доходить и до администрации хабирова хотя бы потому что хабиров заканчивая свое ступительное слово упомянул про тот вопиющий случай стерлитамаки когда выяснилось что в этом втором по размеру городе республики башкортостан благополучно работает ночной клуб клуб в котором собираются люди веселятся выпивают и общаются случись там какое-то недовольство на тему того что нарушаются нормы самоизоляции и санитарные нормы вообще тут же приезжают правоохранители которые значит смело пресекают всякое недовольство тех кто значит высказал сомнения в законности этих деяний в общем все это дошло до хабирова хабиров это охарактеризовал следующим образом начало цитаты я выходные любовался как люди соблюдаются мы самоизоляцию стерлитамаки даже какой-то клуб открылся и десятки людей туда ходят и танцуют я считаю что это безалаберность конец цитаты вот таким мягким милым округлым словом назвал деятельность мэра стерлитамака ради хабиров вот гражданам до 15 тысяч штраф а мэру стерлитамака ему безалаберность да не очень справедливо это ради фаридович на фоне того что вот это все дожимать добиваться и не забудем не простим наверное мэру стерлитамаку полагается нечто больше за то что у него под носом работает ночной клуб я никогда не поверю что в стерлитамаке администрация не знала о том что этот ночной клуб работает вы попробуйте три морковки продать без разрешения администрации стерлитамаки и узнаете насколько бдительно следит местная администрация за порядками в городе далее по ходу оперативного совещания последовал доклад максим васильевича забили на о текущей ситуации в области здравоохранения и естественно в борьбе с к вид 19 но забили он прямо скажем последнее время так сжал свои доклады что они превратились в общем-то в рапорт о показателях которые нам и так известно со всех федеральных сайтов в частности забили сообщил что на понедельник было 570 инфицированных в республике башкортостан плюс 43 за воскресенье напомню что в субботу максим васильевич уже традиционно две субботы подряд фиксирует нулевой прирост больных я не знаю с чем это связано то ли шаббат у максима васильевича то ли еще что-то да но вот у него 0 всегда в субботу зато 43 за прошедшие выходные 1100 человек госпитализированы кто-то с диагнозом кто-то с подозрением 119 человек в обсерваторах находятся это те кто прибыли за рубежа накануне за истекшие сутки максим васильевич провел три тысячи четыреста двадцать девять тестов наконец-то преодолев планку в три тысячи которые он давным-давно обещал и также массе максим васильевич выполнил федеральный план подготовки коек инфекционного профиля аж на целых сто четыре процента то есть забили нас опять в очередной раз восстал как феникс из пепла и отчитывается о том что башкортостан более чем готов ко всем этим проблемам помните да как он месяц назад рассказывал на каждом своем докладе полностью сто процентов минздрав готов никаких проблем нет все хорошо все отлично но не беда что потом выяснилось что нет масок нет костюмов нет специальной обуви отсутствуют санитайзеры и вообще у нас в крупнейших больницах республики башкортостан творится чудовищный бардак и абсолютная некомпетентность вот месяц назад забили он был готов и теперь он снова опять готов вот лично меня это очень настораживает выслушав доклад забили на хабиров напомнил ему о том что тут должны были случиться какие-то поставки и вл аппаратов искусственной вентиляции легких но забили он как-то так вдруг весь обмяк и сообщу что оказывается минпромторг россия отказал башкортостану в поставке 10 и вл на прошедшей неделе и возможно согласует поставку какого-то количества и вл на следующей неделе минуточку а вот эти пятьсот пятьдесят и вл которые нам там были громогласно обещанную к поставке они уже превратились в 10 которые все равно нам не поставили в общем тут конечно максим васильевич заслуги прямо скажем весьма скромные как в общем-то и в остальных аспектах борьбы с ковид-19 вслед за завели нам заслушали краткий доклад министра образования республики башкортостан хажина айбулата вакиловича на тему как обстоят дела у нас с дистанционным обучением прямо скажем на прошедшей неделе напор дистанционных учителей был слегка ослаблен в отношении вот количество объемов этих заданий которые они выдавали учителям видимо начали объяснять что это не единственная функция дистанционного обучения просто продиктовать параграфы которые нужно выучить а потом доложить учителю в цифровых показателях хажин продвинулся не очень далеко если на прошлой неделе у него была охват охвачена 80 процентов учеников дистанционным обучением а 20 процентов учеников в республике башкортостан остались без среднего образования то теперь он достиг цифры 80 83 и 4 десятых провел там пятьдесят четыре тысячи сто семьдесят шесть дистанционных уроков я не знаю много это или мало это надо делить на количество школ на количество классов что-то мне подсказывает что количество уроков не так уж и велико ну а также айблат вакилыч произнес замечательную фразу я позволю себе его процитировать с учетом дистанционных и бумажных кейсов охват учеников составляет сто процентов то есть переводе на русский язык с языка министра образования это означает что примерно 17 процентов учеников в республике башкортостан обучаются при помощи обмена записками либо глиняными табличками на которых они наносят там какие-то данные меняются этими предметами со своими учителями но также айблат вакилыч возгордился тем что аж целых 112 учеников в республике башкортостан на 4 миллионную республику 112 получили некие гаджеты от единой россии в общем я немножко настораживает это постоянное упоминание единой россии в контексте борьбы с ковид-19 потому что складывается впечатление что только партия единой россии в состоянии победить эту страшную чуму 21 века а вовсе не минздрав или еще какие-нибудь государственные службы третьим докладом оперативного совещания был доклад министра экономики муратова рустама хамитовича он же кстати говоря и вице-премьер правительства о результатах применения первого пакета мер поддержки экономики применение внедрение ну я не знаю какой термин к этому можно подобрать название самого доклада было длинным и в общем-то весьма себе запутанно хабиров предварил этот доклад заявлением о том что мы продолжаем готовить второй пакет мер по поддержке экономики но на самом деле на этот момент этот пакет уже был готов и общем-то через несколько часов после оперативки он уже обсуждался на заседание правительства в другом формате ну да ладно вернемся к докладу муратова муратов сообщил что он запустил все 58 пунктов из первого пакета мер и доложил о том ну что уже фактически случилось с применением этих мер я сейчас перечислю по пунктам что произошло там цифрами суммами и количеством а потом как как-то попытаюсь осмыслить насколько это все заработало насколько это все значимо или не очень ну во первых был создан ситуационный центр по работе с экономическими проблемами и с проблемами бизнеса и этот ситуационный центр уже обработал 40 тысяч обращений ну в предыдущих передачах мы упоминали о том что наши зрители наши подписчики собственно вот на последнем стриме прозвучало они говорили о том что они обращались ситуационный центр и некоторые из них не смогли дозвониться вот это конечно тревожно но тем не менее 40 тысяч обращением работал этот ситуационный центр меры по поддержке предприятий которые были предприняты это освобождение от налогов на имущество снижение нвд для 12 тысяч предприятий и освобождение от аренды государственного имущества в частности именно освобождение от аренды уже случилось на 10 миллионов рублей на 10 миллионов рублей но планируется в общем на общую сумму 637 миллионов рублей пока только 109 предприятий воспользовались но вот этой мерой я имею ввиду снижение или отмена арендных платежей в случае когда арендуется государственное имущество дальше муратов сообщил нам что выделено 19 займов региональные микрокредитные организации на сумму 27 миллионов рублей региональный фонд выписал 8 поручительств на 51 миллион рублей кредитов привлечено с этими поручительствами на сумму 104 миллиона рублей лизинговый фонд уже совершил одну сделку на 6 с половиной миллионов рублей компенсация курсовой разницы уже была произведена для двух инвесторов на общую сумму 70 миллионов рублей а также была оказана помощь 138 хозяйством сельского сельской местности в области производства сельскохозяйственных продуктов на общую сумму 168 миллионов рублей общий объем поддержки предприятий республики башкортостан на данный момент по словам муратова составил 1,8 миллиарда рублей но помним что из 15 миллиардов рублей которые в целом должны были быть ассигнованы на вот этот первый пакет мер по поддержке экономики то есть надо понимать что видимо этот пакет только только развернули только только распечатали условно говоря хотелось бы верить что он будет реализован на все 15 миллиардов рублей но о сущности вот этих мер и вообще об этих пакетах мы поговорим чуть позже когда будем обсуждать второй пакет в докладе муратова меня особенно показалось пикантным момент что он упомянул что правительство поддержала экспортные поставки уао баш спирт в турцию и азербайджан собственно что у меня здесь размешивая рассмешило что уао баш спирт поставила свою продукцию не в пьющую норвегию финляндию или швецию а именно в мусульманские азербайджан и турцию но естественно такие поставки надо датировать потому что я боюсь что если вдруг господин нагуманова взбредет в голову поставлять алкогольные напитки например в саудовскую аравию или иран то республике башкортостан придется датировать его хозяйственную деятельность на все сто процентов также мурата в своем докладе упомянул процессы по реструктуризации кредитных задолженностей частности он сообщил что уже реструктурировано 350 кредитов предприятий и около 9 тысяч кредитов граждан пора бы наверное подвести некое резюме под докладом муратова и я так полагаю что в принципе судя по его отчету почти все меры применимые работают но те объемы которые он сообщил ну то есть вот эти тут 27 миллионов тут шесть с половиной миллионов и так далее да там 350 кредитов на много много тысяч предприятий это конечно ну мелочи это цветочки это это какой-то принципе наверно тестовый режим но дай бог чтобы это заработало но вот сейчас на данный момент конечно эти масштабы никак не впечатляют то есть вот помощь в 1,8 миллиарда рублей это ведь не деньги которые дали предприятиям это всего лишь то что например разрешили не заплатить да то есть вот часть аренда еще что-то часть налогов там компенсации каких-то там платежей и так далее и так далее то есть это конечно недостаточно но будем рассчитывать на то что все 15 миллиардов объема первого пакета будут господином муратовым реализованы собственно в оценке деятельности муратова вот на этом этапе со мной наверное согласился и хабиров он резюмировал этот доклад следующим образом цитирую мы понимаем что бизнес нуждается в существенно большей поддержки конец цитаты ну посмотрим как говорится лиха беда начала далее последовал доклад министра сельского хозяйства и вице-премьера правительства фазарахманова ильшата илдусовича о ходе весенних полевых работ в этот раз ильшат ильдусович выбрал жанр мажорного доклада доклад был замечательным приятным радовал слух начальства и был кстати говоря очень коротеньким в частности ильшат ильдусович сообщил нам что все районы приступили к весенним полевым работам темпы он выдерживает безукоризненно а также все районы увеличили запасы минеральных удобрений и он теперь уже составляет этот запас 67 процентов от плана напомню что на предыдущих оперативках ильшат ильдусович обреченно сообщал нам о том что минеральных удобрений в республике катастрофически не хватает и купить их не представляется возможным потому что все производители минеральных удобрений законтрактованы на полгода вперед что уж там такое предпринял ильшат ильдусович судя по всему он научился у беляева не сажать деревья а рисовать их на бумаги соответственно вот минеральных удобрений стало много впрочем ильшат ильдусович умолчал о том что запасы минеральных удобрений очень сильно разнятся от района к району например в чем могушеском районе это 77 килограмм на гектар а вот в баймаксом всего 1,2 килограмма на гектар пашни то есть практически в 60 с лишним раз различаются запасы вот этих минеральных удобрений но собственно этой детали которые наверное не надо было сообщать дорогому радио фаритович а то вдруг он опять забеспокоиться о сельском хозяйстве также господин фазрахманов сообщил нам о том что уже сформирован пакет в 7 миллиардов кредитных возможностей для аграриев республики башкортостан и остается их только выбрать вот здесь наступает интересный момент в основной своей массе аграрии республики башкортостан люди которые работают в сельскохозяйственной сфере это не клинические идиоты они понимают что взяв кредит особенно на тех условиях на которых дают кредиты в российской федерации их потом придется отдавать а с чего отдавать как отдавать это уже не важно для фазрахманов главное поставить галочку 7 миллиардов кредитов а они пускай париться отдают в общем суть по всему существует проблема с выборкой вот этих кредитов оформить ты их оформили вот получать не торопятся впрочем хабирова доклад фазрахманова более чем устроил и он даже подогрел ситуацию заявив о том что за первый квартал 2020 года индекс сельскохозяйственного производства республики башкортостан вырос на целых пять и четыре десятых процента но это феноменальный рост то есть и как сказал хабиров давно такого не было и это особенно радует я уж не знаю из каких составляющих сложился этот рост в холодные зимние месяцы январь февраль и март но вот вырос у нас индекс сельскохозяйственного производства но как говорят у нас в народе цыплят по осени считают потому посмотрим каковы будут фактические результаты господина фазрахманова осени когда урожай будет собран вот тогда наверное поговорим о том насколько победоносными были те действия которые предпринял минсельхоз в республике башкортостан в 2020 году завершилась оперативка темы и вовсе не связаны с пандемией и эпидемии в завершении оперативного совещания обсудили ситуацию сложившуюся в области дорожного строительства и ремонта дорог предваряя доклад алана викторовича морзаева хабиров сообщил о том что в интернете по его мнению прошла волна обсуждений реконструкции автодороги уфа аэропорт и надо объяснить что мы там реконструируем мы ничего там не реконструируем они более того что приводим в порядок разделительную полосу конец цитаты ну действительно чудовищное количество насмешек о том что в очередной раз там же в 150 какой-то раз начали ремонтировать трассу уфа аэропорт мы помним как при хамитове 3-4 раза в году перекладывали асфальт на этой золотоносной дороге наверное дорога уфа аэропорт должна войти в книгу рекордов гинуса как самая дорогая дорога на планете земля как дорога покрытая самым большим количеством слоев асфальта и так далее и так далее но тем не менее но это очевидно конечно медийный провал администрации хабиров в том смысле если уж они затеяли вот этот ремонт разделительной полосы как выразился хабиров то наверное нужно было бы подготовить общественное мнение которое с особым трепетом наблюдает за ремонтом этой знаменитой автотрассы далее передали слово конечно же алана викторичу марзаеву который сообщил нам следующее собственно весь его доклад был таким неким программным заявлением на тему того что он собирается сделать 2020 и последующих годах в области дорожного строительства и ремонта дорог отдельно отмечу что с приходом марзаева в правительство и с того момента как он сменил на этом посту мухаммедьянова на оперативках исчезли доклады о статистике смертности и травматизма на дорогах республики башкортостан которые так беспокоили хабирова мы помним что путин строго наказал хабирову снизить смертность и травматизм на дорогах башкирии я не знаю какова сейчас ситуация с этим показателем но марзаев об этом своих докладах умалчив алан викторович сообщил нам о том что объем дорожного фонда республики башкортостан в этом году рекордно огромный 20 миллиардов рублей выделено на ремонт строительство реконструкцию дорог из них 17 миллиардов это бюджет республики башкортостан и 3 миллиарда бюджет российской федерации из этого бюджета 5 миллиардов уйдут на содержание дорог то есть это нанесение разметок замена знаков всевозможные подобные процессы отдельно марзаев остановился на том что он устанавливает теперь республики башкортостан туристические знаки которые указывают направление движения к 123 туристическим объектом в республике башкортостан это примерно 530 знаков не знаю насколько это важный аспект но марзаев отдельно и очень трепетно остановился на этом вопросе далее обсудили процесс укладки разметки на дороге разметку по словам марзаева нанесут до 15 июля текущего года 2790 километров будут покрыты разметкой steam с термопластиком и 6185 километров будут нанесены обыкновенной краской но как он выразился износа стойкой краской не сложные подсчеты говорят о том что термопластик вдвое дороже чем краска то есть 62 тысячи рублей на один километр разметки а вот краской наносить разметку стоит 31 тысячи рублей на погонный километр учитывая то что термопластик лежит более чем два раза дольше я думаю что все-таки краской наносить разметку сейчас на дорогу это просто какое-то безумие но тем не менее примерно две трети дорог публики башкортостан будут размечены именно этими красками также марзаев сообщил что он отремонтирует 672 километра дорог и потратить на это пять с половиной миллиардов рублей упомянула на восточном выезде на который планируется истратить от аж целых тридцать три с половиной миллиарда рублей до 2024 года впрочем сейчас работы там ведутся весьма скромными силами всего 300 человек работают на этом объекте а там идет какая-то горнопроходка по словам марзаева там идет вырубка 81 гектара леса за рекой и собственно это конечно наводит на мысли о том что основной целью строительства этого восточного выезда был вовсе не транспортный аспект а строительство вот этого нового района заречья который даже не поворачивается язык назвать микрорайоном это будет гигантский район по крайней мере в планах нынешних властей и 81 гектар леса там уже вырубается также алан викторович сообщил нам о том что в текущем году он планирует отремонтировать и реконструировать 25 мостов в республике башкортостан это беспрецедентно много надеюсь что у него все удастся упомянул он также и ремонт бельского моста вернее строительство вот этой вставки который идет в сторону все того же аэропорта в 2020 году сохранится вот эта история про песчаногравийные дороги изобретенные мухаммедьяновым на эти дороги будет выделено 630 миллионов рублей по 10 миллионов на каждый муниципальный район республики башкортостан собственно мы много обсуждали эту безумную затею вот эти песчаногравийные дороги которые но ежегодно видимо будут поглощать по 600 с лишним миллионов наших бюджетных денег что отдельно я отмечу в докладе алана викторовича это его предельную честность и искренность он единственный на моей памяти докладчик который постоянно отсылался на восприятие тех цифр которые он дает своих докладах частности марзаев дословно сказал следующее мы не собираемся врать что за год сможем привести все дороги республики башкортостан в идеальное состояние мы будем поэтапно право приводить дороги в порядок гарантирую обеспечить контроль за качеством сроками и объемом работ в дорожной отрасли собственно это его фраза относилась вот к чему вот эти 20 с лишним миллиардов рублей которые будут истрачены на дороге в республике башкортостан ну в том числе и на строительство на ремонт на реконструкцию на обслуживание дорог так вот они нам дадут прирост в 0,3 процента дорог который соответствует федеральным стандартам в 2019 году этим стандартам соответствовало 55 процентов дорог республики а по результатам работы 2020 года будут соответствовать 55,3 процента несложный подсчет говорит нам о том что если такими же темпами вкладывать деньги в дорожную отрасль поддерживать дороги в нормальном состоянии и хоть сколько-нибудь строить новые то на приведение всех дорог в стопроцентное соответствие с федеральными нормами алана викторовичу потребуется 150 лет что-то мне подсказывает что алан викторович наверное не сможет весь этот длинный срок участвовать в этом сложном и неблагодарном процессе но отдаю ему должное хотя бы в том что он пытается объяснить в своих докладах в том числе и населению которое смотрят иногда эти оперативки либо наши обзоры объяснить то что его усилия по сути являются тщетными в том плане что на 20 миллиардов рублей в год можно только еле-еле поддерживать исходный уровень состояния дорог хабиров выслушал доклад марзаева и отдельно отметил что не допустит в этом году того бардака который случился с этими песчаногравийными дорогами в прошлом году он вспомнил вот эту дорогу шириной в 14 метров в одном из районов которая была возмутительно широкой ну и так далее в целом повторюсь доклад марзаева носил рамочный характер он всего лишь доложил о своих планах на 2020 год продолжая тему строительства и ремонта дорог хабиров сообщил нам что мэр уфы атаковал его администрацию предложениями воспользоваться ситуации с самоизоляцией граждан и поправить ситуацию с дорогами в центре уфы как как сказал хабиров они долго думали считали деньги и в конце концов сдались сдались под натиском ульфата мансуровича далее включили по селектору ульфата мансуровича который рассказал нам как обстоят дела с ремонтом дорог в уфе он перечислил те значимые объекты которые сейчас ремонтируются в уфе это реконструкция улицы 8 марта это мост створе улица воровского все тот же самый бельский мост реконструкция улицы комсомольская которую он впрочем намеревается завершить только в 2021 году строительство дороги по улице лесунова по улице баландина улице мушникова и ремонт опять мустая карима всего 27 объектов в уфе 20 и 8 десятых километров дорог общей площадью 460 тысяч квадратных метров но впрочем приступил к работам ульфат мансурович только на 10 из 27 объектов но смотрит в будущее с огромным оптимизмом также он сообщил что завершил работы по ремонту улице дагестанской и к 30 апреля буквально через два-три дня завершит работы на улице пугачева упомянул ульфат мансурович и о ямочном ремонте он сообщил что оцифровал оцифровал в уфе уже двадцать восемь тысяч шестьсот пятьдесят пять ям из которых 3761 яму он ликвидировал совершенно непонятно как собирается ульфат мансурович через буквально 17 дней отремонтировать половину от и из этих ям а к 15 июня закончить ремонт всех ям но вот такой темп работы по крайней мере у него в области ямочного ремонта мустафин сообщил нам о том что в этом году он несет в два с половиной раза больше разметки по уфе чем в 2019 году но тут либо в прошлом году у нас был дикий бардак либо в этом году ульфат мансурович нарисует какие-то лишние полосы на дорогах в общем выбирайте какой из этих вариантов вам нравится но самое смешное что закончил свой доклад ульфат мансурович следующим образом то что касается работ в центре в ближайшем время мы представим вам график этих работ дорогой ради фаритович так вот так раз объясняется что то о чем говорил хабиров ну вот это вот как там атаковал мустафин то да все вовсе не вошло в доклад мустафина зачитал он готовую свою наработку которую новую видимо заготовил заранее завершая оперативное совещание ради фаритович совершил как обычно свое традиционное лаверды и в этот раз я рискну процитировать целиком то что сказал хабиров завершая совещание я хочу покопаться в соблюдении карантинного режима мы четко определили круг лиц которые находились в периметре инфицирования возникает вопрос почему у нас постоянно происходит инфицирование значит эти люди где-то ходят значит где-то недостаточно эта работа у нас каждый день рост 40 50 человек конец цитаты честно говоря я затрудняюсь с тем чтобы ну каким-то образом трактовать это заявление я даже в определенном смысле не понимаю о чем идет речь то есть тут два варианта либо все героические действия ленар хакимовна ивановой по стопроцентному охвату вот этих ее контингентов которых она унизительным образом называла то москвичи то хроники были абсолютной фикцией и показухой либо хабиров в данном случае уподобляется в определенном смысле начинающему эпидемиологу путину и очень глубоко погружается вот эти вот эпидемиологические вопросы я больше конечно склоняюсь к первой версии я склоняюсь к тому что хабиров наконец-то увидел что вот эти все победные релакции ивановой это не более чем фикция и имитация бурной деятельности дело в том что и нам на почту и в стриме и в некоторых других каналах связи промелькнуло много много сообщений о том что вот я пенсионер мне 68 лет никто мне не звонил никто ко мне не приходил или даже такие сообщения что вот мы всей семьей вернулись из москвы никто нас ни в чем не уведомил в аэропорту там не сильно то обследовали спокойно доехали приехали там никто нас ни о чем не спрашивал то есть все таки я склоняюсь к тому что что-то начало подсказывать хабирову что вот эти меры ивановые в общем-то оказались фиктивными прежде чем мы перейдем к обсуждению второго пакета мер по поддержке экономики республики башкортостан который огласил андрей назаров хотелось бы отметить что как я и предсказывал все проблемы экономики россии и башкирии внутри россии все-таки планируется свалить на вот эту пандемию на эту эпидемию 20 лет путин и его команда рассказывали нам как возрастает приумножает и укрепляется экономика россии что россия это сверхдержава экономическая энергетическая военные так далее но мировое сообщество и мировая экономика видимо устали терпеть вот эту бензоколонку с ядерной ракетой на крыше и сказали все хватит конечно же российская власть ну категорически не согласна с подобной трактовкой естественно всячески будут объяснять все это вот этой пандемии но согласитесь странно что острая респираторное вирусное заболевание всего за 30 дней практически до основания разрушила экономику великой державы и теперь мы вынуждены принимать пакет за пакетом все важно нужные меры лишь бы только спастись к сожалению прогнозы печально и когда к середине лета у нас закончится вот эта пандемия по крайней мере будут отменены вот эти изоляционные меры которые скорее спасают власти от лишних вопросов чем население от заражения так вот к середине лета мы конечно обнаружим очень печальную картину я все-таки полагаю что будет невозможно свалить все то что свалится на нас только на эпидемию ну да ладно доживем до лета и посмотрим а сейчас поговорим о тех мерах которые предложил господин назаров по спасению экономики башкортостана вторая непривычная часть для формата вторника это обсуждение второго совещания которое случилось вот в рамках обсуждения второго следующего за первым пакета мер по поддержке экономики республики башкортостан совещание прошло примерно в том же составе за плюсом за минусом единственным отличием было приглашение директора агентства стратегических инициатив которая по случаю была в уфе но собственно эта дама ничего интересного там не сказала она выступала как-то очень уж абстрактно и обтекаем и потому наверное останавливаться на ее выступлении нет никакого абсолютно смысла и сконцентрируемся на тех мерах которые предложил андрей назаров для реализации экономики республики башкортостан условно я разобью эти меры а их довольно таки много на три группы первое это те меры которые абсолютно на мой взгляд нормально скорее всего принесут какой-то эффект и в общем то но действительно относится к экономическому воздействию вторая группа этих мер это меры которые вызывают вопросы и на мой взгляд сомнительные третья группа мер это назовем их так ну декоративные меры которые собственно предприняты или приняты для красоты первое двукратное снижение налоговлагаемой базы в рамках патентной системы налогообложения второе снижение налога на имущество не недвижимость площади более одной тысячи метров населенных пунктов с населением свыше 100 тысяч человек то здесь речь идет о крупных торговых центрах и действительно для них вот эти платежи существенны они пострадают сейчас в плане разворачивания этого кризиса соответственно абсолютно разумная мера третья отсрочка по всем региональным налогам для предприятий занятых сфере перевозок пассажиров на 6 месяцев существенная конкретная мера и действительно перевозчики сейчас находится но в просто предсмертном состоянии объемы перевозок упали втрое соответственно ну какой а какой уж тут налоговой дисциплине идет речь далее от строчка платежей по выкупу арендуемого имущества госсобственности здесь назаров подробно остановился на том что действительно те кто начал выкупать по договорам уже вот арендуемую свою недвижимость сколько то уже выплатил кто-то там половину кто-то треть и если нарушается график а в людей нарушится потому что нет денег то они рискуют потерять все свои платежи и лишиться вот этой вот уже выкупаемой собственности на это направлена эта мера это абсолютно правильная абсолютно четко понятная мера здесь денег все равно не получат дать льготу можно далее идет мера о том что будет предпринята новая региональная лизинговая программа под четыре процента в отношении продукции произведенной в республике башкортостан ну нормальный такой экономический эгоизм тоже вполне себе реальная мера далее субсидирование социального предпринимательства но это просто не обсуждается его нужно и в мирное время субсидировать ну значит будут субсидировать надеюсь еще больше компенсация части расходов малого среднего предпринимательства на оборудование но это вообще классика жанра и если это будет сделано и эффективно реализовано это прекрасно то есть это вообще стимулирование производства в принципе а в условиях кризиса это просто спасение единовременная выплата самозанятым один мрот но это скорее наверное какая-то работа над ошибками в том смысле что ну уже прозвучала критика в адрес на правительство о том что вот вывели людей значит в эти самозанятые а теперь кинули на ржавый гвоздь и лишили даже пособия но тут назаров абсолютно четко это охарактеризовал так что это некий критерий восстановления сприть справедливости ну распространение антикризисных мер на со нко и так далее значит то что касается предприятий торговли здесь предусматривается освобождение от налога на имущество от земельного налога и от платежей на аренду земли ну насколько это спасет предприятие торговли не знаю но это тоже совершенно конкретные меры будет снижена ставки usn и предприятие торговли возможно будут включать в перечень наиболее пострадавших от к вид 19 то что касается экспортных операций будут выделяться так называемые экспортные гранты то есть возврат дополнительной выплата из бюджета экспортером 10 процентов экспортной выручки но в рамках там определенных ограничений а строителям будут субсидировать процентные ставки на пополнение оборотных средств что на самом деле очень важно для строительной сферы именно оборотные средства зачастую являются большой большой проблемой ну на этом пожалуй все относительно понятных эффективных и скорее всего достоверных мер которые планирует предпринять андрей назаров в экономике республики башкортостан далее мы переходим так называемую сервис сферу и к сожалению эта серая сфера расположена в области жилищно-коммунального хозяйства я говорю о том что правительство планирует дополнительно финансировать ремонт сетей то есть теплосети электросети сети канализации будет дополнительно финансировать датировать по сути установку блочных котельных и поквартирных систем отопления а также будет датировать программы энергосбережения правительство намеренно помогать предприятиям жкх в случае возникновения кассовых разрывов связанных со срочкой по оплате жкх вот здесь отдельный вопрос минуточку а кому дают отсрочку по оплате жкх есть большой вопрос также планируются налоговые преференции в целом для предприятий жкх и отмена ндс в отношении консессионных соглашений и по льготным кредитным линиям для организации жкх но здесь большой вопрос ндс все-таки это федеральный налог я не знаю как назаров собирается его здесь отменять но видимо он знает как это сделать но в целом по вот этим вот и льготам для жкх вызывают следующие вопросы зачастую компании жилищно-коммунального хозяйства это частные компании у них установлены тарифы те платежи которые они взыскивают или пытаться пытаются взыскивать с населения и предприятий они в конечном итоге в большинстве своем взыщут но государство им поможет деньгами зачастую напрямую деньгами то есть мы получаем картину такую что если и когда предприятие жкх получат свои и без того немаленькие платежи за жилищно-коммунальное хозяйство они еще получат дополнительную прибыль в качестве вот этой помощи вот этот сектор эта часть мер по поддержке экономики она конечно же направлена на то чтобы не допустить краха в области жкх но одновременно с этим она дает возможность жилищно-коммунальному хозяйству еще более обогащаться за наш счет потому что в конце концов бюджетные деньги это тоже деньги населения и те самые декоративные меры к сожалению все они лежат в сфере поддержки занятости и вот эту занятость андрей геннадьевич назаров собирается поддерживать предприняв четыре основные меры частичная оплата труда работников которые находятся на простое и попадают под риск увольнения ну какая-то частичная оплата насколько эта оплата опять один мрот но в общем мы уже говорили о том что механизм выделения денег на выплату зарплаты это фактически отъем половины этих выделенных денег обратно на налоги далее субсидии на сохранение занятости 1 2 мрот ну кого можно напугать шестью тысячами рублей я не знаю и можно ли это считать реальные субсидии тоже большой вопрос а далее идут две меры которые и так всегда практиковались даже в мирное время я говорю о финансовой поддержке открывающих свое дело безработных через службы занятости это было и раньше а также предоставление грантов новым фермерским хозяйством физическим лицам тоже из числа в том числе и безработных это тоже было раньше ну на всякий случай эти две меры включили до кучу в этот второй пакет может быть для придания ему некой значимости отдельно господин назаров сообщил что абсолютным условием применения и условием которые позволят воспользоваться этими мерами для предприятий является сохранение 90 процентов рабочих мест на предприятиях вот все эти меры поддержки будут применимы к предприятию только если предприятие сохранит 90 процентов своих работников здесь конечно большой вопрос многие ли предприятия в условиях жесточайшего кризиса которые только-только еще надвигаются на экономику россии в состоянии сохранить 90 процентов работников я думаю что немногие к сожалению ну и в завершении хочется сказать что первый пакет мер которые уже предпринимаются в поддержку экономики башкирии оценивается правительством в 15 миллиардов рублей и в те же 15 миллиардов оценивается и второй пакет то есть совокупно это будет 30 миллиардов рублей но мы должны помнить что это не деньги которые раздаются из бюджета а в основной своей массе это льготы это те суммы денег которые в конечном итоге например недополучит бюджет республики башкортостан в том или ином виде виде налогов виде всевозможных поступлений виде суммы выкупа государственного имущества и так далее так далее то есть конечно вот в этом нужно себе отдавать отчет и когда звучит там в каком-нибудь нашим пресловутом баш дезинформе о том что там правительство выделяет 30 миллиардов на помощь экономике но это конечно не так она не выделяет она в большинстве своем разрешает не платить ну хотя бы что-то а а а а а